Тогда попрошу Сипягина Владимира Владимировича, Владимирскую область, прокомментировать то, что сейчас было сказано министром здравоохранения страны. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Владимир Владимирович, я, во-первых, хочу поблагодарить вас от лица жителей Владимирской области за принятые на федеральном уровне меры поддержки в борьбе с коронавирусом. Они уже позволили нам решить целый ряд актуальных задач, но есть задачи, прежде всего, в медицинской сфере, которые еще предстоит решать. Первое, и, конечно, это не новость для всех коллег, это увеличение количества медицинских кадров. В Владимирской области число врачей-инфекционистов составляет 28% от расчетного, врачей-реаниматологов 53% от потребности, врачей-пульмонологов 24% от потребности. В соответствии с приказом Минздрава номер 198 к оказанию медицинской помощи у нас в регионе в ближайшее время будет привлечено 372 внешних совместителя других специальностей после краткосрочного обучения. Но у меня есть предложение, Владимир Владимирович, вот помимо теоретической подготовки Минздраву Российской Федерации разработать для врачей программу по формированию практических навыков по работе с аппаратами ЭВЛ. Потому что теория, сейчас это 36 часов, но этого, по моему мнению, не совсем достаточно. Нужна практика. Существует также недостаточная обеспеченность медицинских работников средствами и дуальной защиты. За последний месяц на выпуск СИЗов было перепрофилировано в регионе порядка более 80 предприятий региона. Также проводится системная работа с соседними регионами. И, конечно, большое спасибо Минпромторгу России, но при этом существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков, имеющих, и вот это надо подчеркнуть, регистрационное удостоверение для учреждений здравоохранения. Еще одна задача, стоящая на повестке, это связано с проведением ПЦР-диагностики. Мы увеличили число лабораторий с 3 до 6, нарастили количество исследований со 150 до 600, уверен, выйдем на максимальную мощность в ближайшее время на 1300 в сутки. Но при этом сейчас уже возникли трудности, на рынке нет лабораторного пластика, также ограничено предложение по боксам-носилкам, по реанимационным консолям. Нам необходимо их, в частности, сейчас крайне важно 100 штук. И кислородного оборудования необходимо, вот сейчас мы совершаем закупку, 500 кислородных клапанов, ждем поставки из КНР, но есть проблемы с поставкой оттуда. Там с самолетом сейчас возникли проблемы у поставщика, а мы запускаем сейчас очередные госпитали как раз. И необходимость 300 банок бобров. Также по лекарственному обеспечению в целом проблема решается, но стоит обратить внимание, на рынке отсутствует аппарат гидроксихлорин. У нас резерв сейчас, а мы получаем его целенаправленно от Минздрава, составляет только на 50 человек. Владимир Владимирович, я хочу вам выразить огромное спасибо за то, что в последние две недели значительно изменилась ситуация с ИВЛами. У нас на сегодня 71 аппарат для лечения пациентов с COVID-19, 18 уже законтрактованы. И с учетом ожидаемой прямой поставки Минздрава, который нам тоже оказал максимальное содействие, это 96 аппаратов ИВЛ в ближайшее время должны поступить в регион. Но на данном этапе не законтрактовано всего из методических рекомендаций Минздрава 53 аппарата. Владимир Владимирович, я благодаря вам хочу сказать, что выделены на регион федеральные средства на строительство акушерского корпуса. Но вот учитывая обстановку, прошу вашего согласия использовать эти деньги на строительство нового инфекционного корпуса детской областной больницы, к которому мы также параллельно готовились. Проектно-смертная документация прошла экспертизу, проект поддержан Минздравом, Минфином. Объем расходов на строительство акушерского корпуса и детского инфекционного сопоставимы. А потребность в данной ситуации, конечно, гораздо больше во втором, в инфекционной детской больнице. Все мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Владимирской области оцениваются в 2,1 миллиарда рублей. 1,429 миллиарда рублей бюджетной росписью уже предусмотрено. Из них 301 миллион рублей – это средства из федерального бюджета. Я хочу сказать большое спасибо за эту значительную помощь. На перспективу области необходимой поддержки еще в размере около 700 миллионов рублей. Заявки нами отправлены. Я благодарю вас за внимание. Еще раз большое спасибо вам, Владимир Владимирович, всему правительству. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.